И так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру Вольфенштейна 2009 года выпуска. В этой серии мы продолжим, точнее даже начнем проходить миссию замок, и с самого начала миссии, где очень много красоты, то место мы начинаем, в общем, видим первую башню, в которой, в общем-то, находится золото, точнее даже не в ней, в которой, а около которой, или это нам нужно повернуться направо, идти по выступу этому, в общем-то, и забраться по камню, и, в общем-то, дойти до вот этого красоты места. Берем, в общем-то, золото, идем дальше. Так, ну что ж, теперь надо забраться с этими гадами, которые нас там окружают. Ох, нифига себе, конечно, нехило, они снимают, а эти снайперы, чертва. Так, кажется, снайпера снял, она. Да, точно, кажется, снял. Так, теперь пулеметчиков снимаем. И кто там, вообще не понимаю. Что, еще один снайпер там взялся. Так, все, кажется, все разобрались. Обеспечьте огневое прикрытие! Топом. А, вот еще один. Топой, влезай. Че там? Не влезай, скотина. Надо как-то его с другого снять. Попробовать. Отлично. Так, бежим дальше. Кимми, гранату, что ли, тогда. В качестве сюрпаза. Готовы. Прикройте меня! Так, че там, за кого-нибудь спрятался, интересно? Готов. Так, ну что ж, здесь, в общем, в этой башне уже находятся данные. Нужно повернуть этого налево. Затем, в общем, внутрь башни и повернуть налево. За вещиком находятся данные. В общем, посмотрим-ка, что у нас есть. Здесь, в общем-то, всего лишь схема какого-то оружия. Так называется эта, в общем-то, схема пусковой установки. Хотя, мне больше всего напоминают, мне, конечно, оружие-пулеметка. Пулеметка какой-то. Ну, не знаю, конечно, оружие. Может, даже нам уже встречалось в этой игре. Может, просто и пулеметы, которые мы можем, в общем-то, взять. Использовать их, в общем-то, которые до этого, в общем, были. Как там, знаете, по-моему-то, где-то. Я точно не могу найти их. Ну, потом покажу, в общем-то. Так, идём дальше. Так, пополним-ка. Ох, блин, граната. Пиздец. Пополним-ка наши. А, медалью у нас пополнен уже. Так, снимаем четырёх снайперов там, которые находятся. Так, тихо, блин. Чё-то у меня оружие, конечно, не то. Блин. Надо мне другое оружие взять. Так, отлично. Забираемся быстренько с ними. Там, в общем-то, на лестнице у нас четыре снайпера. Один упал ещё. Так, теперь нужно взять микрофотонную пушку. О, да. Она, в общем-то, понадобится для одних гадов, которые скоро появятся. Всё. С ними мы развалились таким образом. Так, быстро восстанавливаем энергию. Так, и готовимся к следующей серьёзной стычке с рогами. Так, бежим пока что. Готов. Прямо по руке попали, в руку точнее. Ну да, спасибо. Бошку просто отстреливаем. Так, а там с пулемётом можно кинуть гранату попробовать. Закидать их гранатами. Обе, обе, как раз, вот в стороны. Да, а то, конечно, не помогло нифига. Так, отлично. Просто бошки отстреливаем. Этим фашистам. А, конечно, мы как будто от них прячемся. Так, идём дальше. Идём дальше. А! Чё-то я здесь сегодня уже не ожидал несколько увидеть. Вот, да уж, неожиданно сюрприз был. Так, идём дальше. Идём дальше. Так, где-то... Так, ладно. Так, в общем, берём-ка вот это оружие. Включаем замедление и... Разбираемся со всеми этими говнюками. Всё, в общем-то, да? Со всеми озабавались, кажется. Раз, два, три. А, блин, ещё один. Раз, два, три, четыре, пять. Что, пять штук было? Шесть было их всего. Так, теперь ищем золото. Здесь оно, вот оно, вот оно, как раз лежит. Вот с этими ящиками. В общем, наверх поднимаемся и берём его. Всё. Так, теперь нужно фотонную пушку сядь. Он, как раз, пригодится для одного ещё момента. Смотрим, как раз, вон туда, в ту сторону. То есть, оттуда гад-один вылезет. Нужно быть очень осторожным. Так. Они даже с ним уже разбавлялись. Молодцы. Ну, фото на пушку, конечно, с ним легче разобраться. Так, теперь, значит, нажимаем к один прибор, который намешает воспользоваться медалёным, чтобы пройти он там за одной теневой дверью, которая, в общем-то, вот здесь находится. Всё, здесь золота больше нету. Можно теперь дальше продвигаться. Так, всё. Идём дальше. А вот, как раз, вторые данные. Снова смотрим. В общем-то, там просто рисунок, изображение, в общем-то, одного из монстров, в котором находится, в общем-то, существ, которые находятся, обитают в тени, когда используем её, в общем-то. Но это, конечно, в этот раз не собиратели там энергии, а солдаты, которые их защищают. А то, в общем-то, в общем-то, их вдруг... В общем, в остальной ноте этих, в этих собирателей, которые там собирают энергию, в общем-то. В день, в общем-то. Здесь даже их, что-то, я не могу навидеть. А, он там, по-моему, как раз, вот один летает. Из него в остальной ноте, то появятся солдаты, которые, в общем-то, нас могут убить. Вот, как раз, они были завражены на одном рисунке. Так, идём дальше. Здесь, по-моему, у нас ещё одно золото лежит, если не ошибаюсь. Только сейчас вспомню, где оно. А, вот, как раз здесь вот. Вот оно. Таким образом, мы, в общем-то, уходим, по-моему, из той двери. Идём, в общем-то, идём и поворачиваем, как раз вот сюда, на правое. За ящиком лежит золото. Так, идём дальше. Так, ну, пока уж стоит наверх идти. Не сюда вот, а вот сюда. Там у нас куча врагов будет. С ними стоит разобраться. Надо быть очень осторожным в этом случае. Очень осторожным. Так, даже тут это стоит офигеть. Так, там нифига, нехило, конечно, там немало этих гоняков-то. Тихо-тихо-тихо, так, может, на пуске-то только разобраться. Попробовать. А, это я с попробуем-ка. Тихо, бей! Чёрт, ну немецкие, конечно, сволчи. Чем меня не убили. Надо быть осторожным. Так, ладно, я фотон пушку беру. Так, лучше фотон пушку разбираться, пока у нас фотоны имеются. Так, по-моему, надеюсь, это золото лежит, я не ошибаюсь. А, вот как раз в этих, в общем, этих стагах сена тоже золото лежит. Берём. Блин, что-то не могу кого-то взять. Не стоит пропускать это место. Так, тихо. Там на снайпер, что ли? Так, готово, отлично. Тихо, осторожно. Так, всё. Со всеми разобрались. Идём дальше. Так, с кем там всего золота пока что. Четыре штуки. Осталось ещё где-то четыре штуки найти. Если не ошибаюсь. Так. Сейчас вспомню, где находятся они. Ой, блин, это наши. Это наши. Так, где ещё здесь лежит? Ещё где-то два здесь должны лежать, если не ошибаюсь. Один, один я помню, где, а вот и второй. По-моему, где-то он должен здесь лежать вот. За ящиками. Где я мог, в общем, пропустить их. Пошли, 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 пошли. Так, не сюда. По-моему, не сюда. И я там их пропустил, блин. Тогда будет плохо. Почитаем. О! Отлично. Разобрались. С этими говняками. Так. Привет. И пока. Так, где-то золото должно быть. Где-то я мог забыть. Так, здесь она. Берём. Так, тихо-тихо-тихо, осторожнее. Не торопимся. Так, ранд убегаем. Так, где же ещё золото? Так, пять штук. Ну, я их нашёл. Счёду золота где должно быть. Так, мне как раз сюда нужно. А, вот здесь она, да, точно. Вот она. Так, идём дальше. Так, здесь надо быть осторожным. Так, уж и бюджетка. О, блин, граната. Снайф с кинетовкой. Возьму-ка. Чик-чик, граната нету. Так, здесь никого не кипрячь, не пьем. Отлично. Так, где-то что-то наверху стреляет. Если не ошибаюсь. Так, если мы снимем. Готов. Голубчик, отлично. Так, ну всё. Идём дальше. Так, здесь у нас, по-моему, ещё золото имеется. Красава под лестницей. В общем, за этим ящиком. Так, зимой, отлично. Пока что всё находим, то, что надо. Так, нам бы сейчас другую пушку взять. Вот эту. Хе. Ну да, я тебя тоже знаю. Спасибо за патроны. Огромное. Я пошёл дальше. Вот раз здесь он оказался почему-то. Хотя мог там быть. Просто прошлое, когда я записывал, он был в том месте. А не здесь. Вперёд! Найдите Каролину! О, так. С ним говняком будет сложно не справиться. Но для этого нам, как раз, оружие дадут сейчас одно. Сам последний вид оружия, которое в этой игре встречается. Так, пополним энергию. Так, идём дальше. Отлично. Готово. Голубчики. Так, идём дальше. Кидаем к гранатке. В общем-то, это сюда, и сюда, и сюда. На всякий случай. Их должно убить, этих фашистов, которые там столпились у нас. Исконечным, надеюсь, задел кого-нибудь. Что-то никого не вижу. Я, вообще-то, не здесь. Вот идиоты. Хе, не наверх смотрят. Не знаю, что за... Вот такие вот... Ладно. Не повезло, бедолага. Так, ну что ж, берём оружие. Самое последнее. Называется оно, как там, Аляхин Фауст 44. Самый такой мощный, самый мой любимый в этой игре. И самое последнее. Потому что больше таких оружий, как я помню, нету. Так, убиваем-ка дверь. Там ящики у нас просто перекрывают путь. Так, идём дальше. Скоро мы найдём, по-моему, ещё одно золото. После этого, по-моему, я закончу серию. Так, открываем дверь легко. Тяните ворот, открываем. Стреляем, всё. Они поднимутся сами. Так, и готовимся к серьёзной бисточке с этими. Уничтожаем просто их. А вот тут особенно надо уничтожать, потому что он самоопасный. Так, берём-ка шнаписка вентовку, граниту. Пиздец. Чуть меня не убили, сколчи. Так, всё. Ух ты. Тихо-тихо. Всё, что ли, наконец-то. Так, ну всё, кажется, мы здесь золото взяли, а так-то, да? Осталось то последнее найти. Ну что ж, идём дальше. Так, вниз спускаемся. На этом нужно будет сейчас что-то сделать, либо я... Не знаю, глюк. А мне сюда нужно, блин. Чё-то нет, чё-то не открывается. Чё, глюк, шель, произошёл? Блин, чё не открывается-то ворота? По-моему, ворота должны открыться, если не ошибаюсь. Да, либо я чё-то не так сделал. А, не знаю. Я вообще могу понять. По-моему, я уже открылся, но чё-то у меня вдруг... Эээ, в общем, это игра, чё-то не знаю, только багануло, что ли, что ли, видимо. Первый раз. Хотим попробовать открыть ворота. Точно. Где металоружие-то? Так, эти... Эээ, линхи-фаусы тут. А, вот он. В общем, открываем ворота. Это достаточно просто преимущество, кажется, этой пушки. А, неплохо, что такое оружие. В принципе, в этом помогает дальше продвигаться. Так, здесь, по-моему, золото тоже есть. А, нет, не здесь, не в этом месте. В другом. В общем-то, да, здесь красота золота будет лежать. Идём, в общем-то туда и поворачиваем налево. Берём. Всё, пока что здесь всё нашли. И, наверное, в этом месте, пока я думаю, закончу первую часть его прохождения игры, в общем-то, этой игры, этой миссии, замок. В общем-то, с вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи и всем пока. Итак, ну что ж, всем привет. С вами снова Михаил. Мы продолжаем проходить игру в Бальденштейн 2009 года выпуска. И у нас вторая часть, в общем-то, прохождение миссии замок. Давай, давай, пускайся. Отлично. Так, посмотрим, что у нас внизу. На тренинг спустится быстренько будет. Нам, по-моему, наверх нужно идти. А вот здесь лежит золото. Берём. Так, и поднимаемся наверх теперь. Плюс, в общем-то, эта миссия, как я даже не говорил ещё, что нас ожидает серьёзная битва с боссом. Третий босс, в общем-то, ожидается. Кроме генерала Сета и, в общем-то, того краска Ковнюка. Жердя этого. Так, нам, как раз туда нужно попасть. Для этого, в общем, становимся на эту, как раз, бит-платформу. Включаем замедление и бежим. Всё. Готово. Теперь, что-то туда мы не вернёмся больше. Увы. Хотя, может, и не увы. Так, здесь ничего нет, если не ошибаюсь. Даже патронов. Просто, в общем-то, идём дальше. Даже те, в общем-то, доспехи упали. Так, где у меня оружие? Так, совсем разобрался. Уничтожаем, в общем-то, эту штуковину. Типа, по-моему, будет целых четыре штуковина таких вот опасных. Они нам, кажется, не дают воспользоваться медалёном. Так, а, погоди. Так, здесь, по-моему, ничего не пропустил. Так, здесь будет серьёзная битва. Так, сниму-ка я сразу это. Отлично. Чтобы не мешалось. Так, идём дальше. Готов. Отлично. Так, у какого-то сверху лежит золото. Вот оно как раз видно на этом ящике. Сложно, конечно, заместить его. Ну, как раз идёшь, как видно, что, в общем, здесь лежат. О, как раз тут это статуэтки. Точнее, не статуэтки, а не знаю, как назвать можно. Я забыл, как называется эта вещь. Так, ну да, здесь, как раз уже три штуки, мы этих разрушили. Осталось четвёртый, знаете, ещё. Оно, по-моему, внизу где-то. Или наверху, я не помню точно. По-моему, на другой лестнице уже. Так, здесь снова набрать сейчас будет Ленкинфауст. Так, тихо, нету. Хотя, может, это попробовать пока воспользоваться. Снять мир этих гадов. Ох, блин, а... Тихо, тихо. Сволочь. Где он там вообще, не понимаю. Ооо, так, это говнюк у меня... Ооо, этот бежит. Так, Ленкинфа, сберись. Хотя, лучше вот эту пушку. Так, готов, отлично. О, блин, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ха, переждать. Чуть меня нехил, конечно, задели. Я такого не ожидал. Так, ещё бегут. Ну, просто с ним разбираемся. А Фатон Пушкин об этом поможет. Так, здесь, по-моему, ещё одна механизм. Дальше, по-моему, не один, а два. Ещё наверху, по-моему, там... По-моему, находится. И здесь вот. А, здесь я его уничтожил. Так, плюс ещё при этом здесь имеется такая потальная комната. Чуть вроде не знаю тех потальных комнат, которые более, в общем, ретёрт у кассы в Эйфенштейн. Вот, как раз она здесь имеется. Вот значок. Солнце изображение. В общем, включаем тень и проходим. Здесь у нас, в общем, ожидается встреча с монстрами, кое-какими, плюс ещё тонички, если не ошибаюсь. Да, вот они. В общем, быстро их убиваем при помощи фотона пушки и идём. Вот как раз. Просто какое-то сокровище лежит. Патроны к РПГ, патроны, в общем, к Тесле, патроны, в общем, к нашей пушке, тут и как раз от Эйхенфауст. К автомату, обычно, гранаты. Ну и плюс ещё первый, в общем-то, фолиант из двух. И золота целых две штуки. Одиннадцатая и двенадцатая. Всё. А сюда можно уходить. Так, плюс ещё патроны к Тесле, но у меня, по-моему, там всё максимум, так-то. Так, в общем-то, возвращаемся наверх. Обратно идём. Так, а мы здесь всё взяли. Так, ну всё, идём дальше. По-моему, здесь больше ничего нету, если не ошибаюсь. Да-да-да. Теперь мы можем найти, в общем-то, наверх, подниматься туда. Так, привет. И пока. Так, здесь ничего нету, по-моему, да? По-моему, здесь ещё и место золота. Да, вот она, за картиной. Прямо, в общем-то, как раз вниз. Поднимаемся наверх. Поворачиваем направо, потом ещё раз направо. И вот смотрим, в общем-то, картина лежит. И за ней, в общем-то, золото. Так, мы что-то нажимаем зато устройство. В общем, как раз четвёртое в этой комнате. Да, по-моему, здесь всё. Так, сколько у меня там всего? Данных, в общем-то, пока двое. Фля, так, 13 золота. Четыре штуки ещё золота найти. По-моему, здесь ничего нету. Дальше идём. Так, вот ещё одно золото. Самое главное, в общем-то, идти вперёд и повернуть вот на... На правую, посмотрите, за углом. Так, здесь, кажется, один фашистный говнюк оказался почему-то. Так, восполнить энергии не получилось пока. Ну ладно. О, вот как раз и Ганс Кросса, который тащит, в общем-то, нашу... Забыл к её заботу, в общем-то, персонажа этого. Блин, ну забыл, просто вылезай с головой что-то. А, на-ка, в общем-то, как раз и есть горел этот говнюк. Канал, обещай, осторожно, в ключу какая-то лучшее. Отлично, забрались, берём данные. И, в общем-то, не знаю, по-моему, я слушаю. Так-то... А, нет, да. Нет, снова схема, в общем-то, снова этого солдата, который, в общем-то, мы до этого уже находили схему. Так, отлично. Данные мы нашли. Идём дальше. Третий, в общем-то. Потом пушки нас пока хватит. Семь гадами разобраться. Так, ещё данные вижу. Да, только, конечно, спрятаться не получится у них. Это я точно. Так, давай, ещё быстренько, быстренько. Так, быстренько. Читаем пока нас. А, снова схема. Ну, это схема уже. Того, в общем-то, летунак, как мы называем на этом ранце, активном. Которую мы до этого встретили в начале миссии. Двух целых, в общем-то, две штуки этих гадов. Они потом у нас будут встречаться на аэродроме, плюс ещё миссии на Цепелине, в общем-то, ну, на радиостанции. То есть, в общем-то, потом будут встречаться очень часто. Поэтому, конечно, ранцы от этим больше всего напоминают, конечно, ранцы из игры Dark Void. Там, конечно, были похожи ранцы. Очень похожи были. Не знаю, когда, по-моему, Dark Void появился в 2010 году, что ли, в 2010. Если не ошибаюсь, то есть, можно, в общем-то, как раз Dark Void. Хотя нет. Взяли красоту отсюда немножко. Хотя, возможно, наоборот всё. Не знаю. Вот сволча появился здесь неоткуда. Так, ещё недавно берём. Предпоследнее. О, блин, не вовремя. Майангер, устройство установлено на крыше и готово к запуску на полную мощность. Вначале возникали предположения, что утечка энергии сможет разорвать тень. Но мои тесты показывают, что нагрузка не превысит безопасные границы. Скоро вся мощь Чёрного Солнца будет в вашем распоряжении. Кому ТК? Поэтому ТК это, в общем-то, старый знакомый персонаж из Ретеранта класса Ваффенштейн. В общем-то, мы скоро его встретим в этой миссии. И, в общем-то, что-то вроде будет нового заместителя этого генерал-цита, которого мы в прошлый раз расправились с ним. И, в общем-то, да. Пока говорить кто-то, я от не буду. Так, а доктора Герхарда Кемпа, в общем-то, да. ТК. Точнее, этого там. Потом, скоро мы встретим, узнаем, кто это на самом деле был. Бля, вот эту красную комнату мы попадём потом, но, в общем-то, как раз, по-моему, вот с этого места. Пойдём, в общем-то, балка, можем перелезть, попросить красную комнату, блин. Пиздец. Чё-то меня ничуть не убили с волчьем. Так, сколько у меня там золота осталось, посмотрю-ка. Так, две штуки. Ну да, всё. Так, там почти всё, почти что всё нашли. Осталось только две штуки. Тут я, в общем, не знаю, где их найти. Так, чё такое ещё? Патроны. Ладно, я обычно бежим дальше. Сейчас, в общем, первый. Это найдём золото из оставшихся двух. Так, всё, кажется, с ними разбавились. Вот как раз за этим ящиком, по-моему. Нет, не здесь. Не за этим. Или за этим. Помни за этим. Помни за другим, да. Не здесь. Нет, не здесь. Я ошибся. Так, энергия у неё максимум. Что ж, идём дальше. Идём дальше. О, блин, граната. Какого, альменикинули? Молодцы, конечно, молодцы. Так, анхифа вас надо брать быстро. Теперь, в общем, гад, чем один появится. Фу, готовимся к бою. Он пойти понадобится в силе. Так, давай, появляйся. О. Вот, как раз, да, вот этот говнюк. Жирный жердяй просто появился. Очень опасная тварь. Не стоит с ним, в общем-то, всё искаться. Так, блин, граната. Бежим. Так, может этого гада завалить при помощи. Вот так вот, добьём его. Что не помог там я? Хотя, может, дал мне шанс, да? Так, ну, как раз, туда нужно идти, вот. Так, ты больше никуда, так там. Да, точно. Мы должны найти, Каролину! Да, блин, фариант, я не забыл, где эти фарианты. Второй. А, да, вспомнил. Так, и данный последний тоже. Ладно, идём дальше. Частощит, как раз, здесь она закроет. Появится новый щит там. Так, вот, как раз, в общем, припасы не золото берём. За этими, в общем-то, ящиками. Вот, как раз, в этой комнате. Идём дальше. Плюс ещё, в общем, потом полно патронов к немёту и другим видам оружия имеется. Так, плюс ещё можно исполнить энергию. Но нам-то не сильно так пока, наше нужно. Так, вот, библиотека. Фу, готовиться к серьёзному бою надо. Так, возьму-ка лучше фотонную пушку против этих гадов. Фу, готовиться надо к серьёзной битве этой библиотеки. Ненавижу, конечно, это место. Потому что здесь будет целых три битых. Невидимки. Чёртух, блин, Ниндзя-невидимки, которые мне больше всего напинают врагов из сфер. Там тоже были Ниндзя-невидимки. И из мультсериала «Чипашки Ниндзя» 2003 года выпуска. Где тоже были такой же виды враги. Чёрт, готовимся. Эти гадов, блин, попробую заметить. Так, чё-то я их не... Так, его заметила. Первого... Так, заметили. Готовимся к... Третья... Второй каток, отлично. Так, второго. Остался третий. Ну давай, блин, пролезься. Пиздец. Чёрт, мне медарён кончился энергией, офигеть. Ох, так, надо восполнить, восполняйте быстрее. Ты где? Так, побежали, это нафиг. Скотин ты! Сволочь, ты где вообще? Я собрался. Блин, ну давай. Верь... А, шо ж, поймал меня, скотина? А, конечно. Как я ненавижу их, мне даже от них дороже бросают эти гадов. Очень опасные, конечно, твари. И пугают они перед своим неожиданным появлением. Просто неожиданно вдруг появляются, в любой момент могут появиться. И найти так не так легко, без медарёна. Да и плюс ещё своим этим голосом, блин, хихиканем этим. Чнее этим этим, в общем-то, ха-ха-ха. Хихиканем своим этим, металлическим каким-то. Вот так, вот так, берём последние данные. В общем-то, слушаем. На границах энергетического луча мы обнаружили странные всплески энергии. Думаю, это не создаст никаких проблем, но... По нашей теории, всплески могут быть вызваны большим количеством призраков, привлечённых энергетическим лучом. Если мы верно интерпретируем данные, количество призраков просто огромное. Кому от доктора Герхута Кемпа, от доктора Штеттера. Отлично. Да, мы все нашли золото, в общем-то, мы в последнем месте. Кто у нас дальше будет? Плюс фолиант мы скоро найдём. Библиотека, конечно, красивая локация, очень сильно красивая. Много книг просто, офигеть. Наш главный герой бы почитал бы, наверное, да? Так, ладно, идём дальше. Так, идём дальше. Скоро мы, думаю, найдём, как раз вот... В общем-то, там, по-моему, фолиант. Так, что ж, идём туда. Теперь, как раз там проход открылся. Здесь, конечно, полно этих гадов. А, это наш. Так, сейчас, наверное, появится ещё один жердей, да? Или нет? Ох, ты, нифига себе. Так, отлично. Спасибо за помощь. Куда побежал бинг-гавник, а? Так, сейчас, бежим, идём. Быстро бежим наверх. Чёрт, дерево, сволочи. Фух, немножко задышаться. Так, идём дальше. Так, в общем-то, здесь проход открылся, идём сюда. Теперь мы сможем, наконец-то, в общем-то, найти фолиант. Вот, последний. Так, берём-ка. Вот так сделаем. В общем, мы, как раз, вот, видим, здесь вот эти балки. По ним, в общем-то, на них, в общем-то, перебираемся. И по ним, в общем-то, забираемся в эту комнату. Вот, как раз, от дыра. И как раз, здесь находится сейф с этим фолиантом. Таким образом. Так, последний. Всё. Фолиантом мы здесь всё полностью нашли. Вот так вот, да. Золото, точнее, данный фолиант нашли. Осталось только одно золото. Да, осталось, в общем-то, отсюда выбраться. Но это всё достаточно просто. Ну, в общем, здесь, конечно, не так... Чё, никого ещё мы не нашли, блин. В общем-то, легко достаточно попасть. Слава богу, не надо будет бежать, конечно. Всё, что до этого мы бежали. Ну что ж, идём дальше. Теперь мы так-то добираемся, да, в общем-то, скоро до вершины башни этой, до этого замка. Бежём сюда. В общем-то, нас ожидает скоро финальная битва. Это миссия, битва с боссом. Серьёзная. И просто, что здесь мы как раз найдём в этой комнате вот большой, где полно патронов. Золото, как раз вот. Оно как раз лежит у нас вот здесь, вот в этом углу. И всё. Таким образом, в этой локации мы нашли все золото 16 штук, седаны 6 и фолианда 2 штуки. Вот так вот. Везде галочки, в общем, стоят. Так, берём патроны, пополняем все запасы. Так, серьёзно будет битва с боссом, наверное, которая, мне кажется, разделена, в общем-то, отдельно 3 части, посвящивающим, в общем-то, этой миссии. Потому что битва будет очень долго, мне кажется, на самой максимальной сложности, потому что на среднем я её снимал, ой, на среднем, конечно, с этим боссом я мучился. Так, в общем, на максимальной, мне кажется, ещё больше буду мучиться. Ну, в общем, эту миссию пока, я думаю, закончу. Увидимся в следующей части прохождения этой миссии. С вами был Михаил, всем удачи, до скорой встречи и всем пока.